Стало известно, что незадолго до новогодних праздников в Москве спецслужбы помешали провести стрелку группировкам двух влиятельных воров в законе Надира Салифова, Гули, и Азиза Батукаева, Азиз. Конфликт преступных кланов, способный в любой момент перерасти в кровавую разборку, стал вполне ожидаемым результатом начавшегося передела сфер влияния в столице. По некоторым данным, яблоком раздора в этот раз стали три московских рынка, в борьбе за контроль над которыми могли сойтись сотни хорошо вооруженных бандитов. Есть и другие объекты, на которые имеют виды конкурирующие группировки, например, московские кофе и рестораны. В причинах обострения обстановки внутри преступного мира лента.ру разбиралась вместе с порталом Prime Crime. В центре воровского конфликта, который вполне мог завершиться самой настоящей бойней, оказались три столичных рынка, Дорогомиловский и метро Киевская, один из самых старых и престижных в Москве, Даниловский неподалеку от метро Тульская, история которого насчитывает более полувека, и Бутовский рынок на 33 м километре МКАД. Раньше эти рынки отчисляли криминальному авторитету Зауру Алиеву по прозвищу Зайка, по некоторым данным, так Алиева звали старшие братья и родители Прим. Лента.ру рассказывает редактор Prime Crime Виктория Гефтер. На практике отчисления выглядели так. Человек Алиева по имени Сарханоптам привозил на рынке зелень, которая потом продавалась в розницу, а выручка шла криминальному авторитету. В конце 2014 года сотрудники Мур задержали Зайку и его четверых бойцов с оружием, после чего они были арестованы. Алиева отправили в знаменитый столичный Сизоматросская тишина. И тут возникла неприятная для Зайки ситуация. В изоляторе находилась большая группа заключенных из окружения вора в законе Надира Салифова, Гули, о котором, как и о других ворах Алиев имел неосторожность отзываться не самым лестным образом. Зайки спросили по полной программе, дали ему соответствующее имя по его поступкам, избили, записали все на мобильные телефоны и распространили на воле. Правда, у Алиева, который, конечно, был при солидных деньгах, нашлись и защитники. В частности, за Зайку заступился вор в законе Кама Сафарин, Кама Гольковский. По указанию Кама вор в законе Нукри Дочия, Нукри Гальский, находившийся в матросской тишине, наказал обидчиков Зайки. Любопытно, что Нукри считался человеком со стороны Гули, поэтому месть была не за само избиение, а за рассылку видео, после которого условия пребывания арестантов в СИЗО якобы стали куда более суровыми. Кама на пару с Олегом Михайляном, Олешко Ашхабадский, одно время хотели взять под контроль точки Зайки на рынках, объясняет Виктория Гефтер. Однако, им помешали некоторые обстоятельства. Во-первых, сами торговцы азербайджанцы не в жизнь не стали бы платить армянам. А во-вторых, Кама и Олешко не смогли бы одержать верх в противостоянии с Гули, которому в итоге отошло все, что было на Зайкиных рынках. Кама тогда едва не прошел точку невозврата в отношениях с Гули, но интуиция не подвела, и он вовремя ретировался. С тех событий прошло уже три года, и все это время на трех столичных рынках вместо Сархана, человека Алиева, работал другой оптовик. Однако Зайка, оказавшись в колонии, при помощи верного Сархана стал искать поддержку у воров в законе, чтобы вернуть собственные точки. И такой человек нашелся, им стал чеченский вор Азиз Батукаев. Азиз. Люди Азиза стали наведываться на рынке и говорить, чтобы торговцы теперь покупали зеленью их оптовика, рассказывает редактор Prime Crime. Гули вскоре позвонил Азизу, но тот знаком с ним не был и, видимо, по разговору не сразу понял, с кем имеет дело. С первых же слов Азиз нагрубил Гули, мол, рынки три года назад забрали по беспределу и теперь, дескать, они возвращаются законному владельцу. Гули не стал дослушивать объяснение до конца и объяснил Азизу, что тот не прав. Последний бросил трубку. Стоит сказать, что азербайджанец Гули весьма влиятельная фигура в преступном мире страны. Именно он после ареста Захария Калашева, Шакра Молодой, считается главным претендентом на звание вора 1. Шакра же, по данным следствия, стал лидером преступного сообщества России после смерти вора в законе Аслана Усоина, Дед Хасан. Между тем Азиз один из наиболее влиятельных чеченских воров в законе, что говорит само за себя. По данным Prime Crime, перед Новым годом для защиты своих инвестиций Гули поднял в ружье до семи сотен бойцов и дал понять оппоненту, что своего не отдаст. Азиз пригрозил симметричным ответом. Тогда вор в законе Ахмед Дамбаев, Ахмед Шалинский, позвонил Гули и попросил решить конфликт без кровопролития. В конце концов сторонники Азиза предложили Гули встретиться узким кругом в кафе на Кутузовском проспекте в формате 5 на 5, говорит Виктория Гефтер. Оба вора в законе отправили туда своих представителей и 30 декабря их накрыли оперативники. Все ВОВД Дорогомилова доставили 15 человек, 5 азербайджанцев и 10 чеченцев, включая уличную охрану. С одной стороны, операция стала успехом для силовиков, которые в очередной раз спутали планы ворам в законе и задержали их приближенных. Но есть и обратная сторона Азиза Гули так ни о чем и не договорились. Гули ясно дал понять Азизу, что не считает его вором в законе со всеми вытекающими. Скорее всего, старшие товарищи Азиза будут просить Гули, чтобы он его не трогал и оставил в покое. Но в целом обстановка очень напряженная Салифов в любом случае чем-то ответит своему оппоненту. Между тем пока генералы преступного мира разбираются, кому получать деньги со столичных рынков, другим яблоком раздора в Москве, похоже, стали небольшие кофе и ресторанчики азиатской кухни. 9 января московский комсомолец сообщил о том, что в Москве реке Рыбаки выловили тело 37-летнего эскиндера Желборосова и его односельчанина с многочисленными ножевыми ранениями. Издание отмечало, что погибший Желборосов приближенный к киргизского вора в законе Улана Тактосунова, Сакл, два года назад погибшего привлекали в Москве за разбой. Его окружение село, а участие Желборосова не смогли доказать, говорит Виктория Гефтер. По моим данным, незадолго до гибели его с товарищем пригласили в кофе в Люблино. Там с ними мирно поговорили, усадили в машину и увезли. Их трупы нашли в разных местах. Ножевые ранения это воровской почерк. То есть убийцы сперва удостоверились, кто их жертвы, а потом по-тихому расправились с ними по указанию вора в законе. Эксперт отмечает, двойное убийство, вероятнее всего, связано с разборками киргизских воров в законе Сакла и Камчибека Кальбаева, Камчи. Последнее негласно контролирует большинство небольших кофе азиатской кухни в столице. По мнению Гефтер, вероятно, Желборосов с товарищем были убиты в ходе попытки передела сфер влияния в этом бизнесе. Пока трудно сказать, станет ли убийство Желборосова толчком к дальнейшим разборкам. Возможно, на этом конфликт, что называется, будет исчерпан, считает редактор Prime Crime. К слову, Сакл ближе к стороне Азиза последний в свое время конфликтовал в Кыргызстане с Камчи. Но в московских разборках киргизских авторитетов чеченский вор в законе пока себя никак не проявлял и явных интересов в этом конфликте у Азиза нет. И уж точно события вокруг столичных кофей не связаны с противостоянием Азиза и Гули, это совсем другая история, которая будет развиваться независимо от ситуации вокруг рынков. Резко возросшая активность криминальных авторитетов всех мастей лишь на первый взгляд необычна. Как ранее писала лента.ру, статус-кво криминального мира был нарушен после того, как в августе 2016 года арестовали его предводителя вора в законе Шакра Молодого. Суд начался в 2017 году, и когда стало понятно, что Шакра скорее всего сядет, и надолго, за его трон развернулась самая настоящая война. Поэтому в 2018 году воровская игра престолов почти наверняка будет лишь набирать обороты.